А с чего же всё начиналось? А начиналось это давно. Уже более 20 лет, как было решено создать в школе краеведческий музей. Первые экспонаты появились очень быстро. В шутку мы назвали операцию «Триче», «Чулан», «Чердак» и что-нибудь старинное. Сколько мы обошли дворов, сколько опросили односельчан, наводили справки, звонили, писали. Помогали мне коллеги Каясью Буфелисовна, Праневская Мария Ленишна, Шарова Валентина Александровна, Дмитриевенко Зоя Алексеевна. И уже через два года мы получили статус краеведческой комнаты. А теперь у нас есть экспонаты, которые помогали нашим предкам. Слушать романса, пить чай, звонить по первым, как только появились телефоны. Готовить еду. Очень много экспонатов на темы, посвященные нашим мастерам. Вышивальщицам, рукодельницам. Спичечных дел мастер Кириллов подарил нам удивительный замок. Очень много информации мы получили от близких Сергея Пегасова, нашего земляка, погибшего в Афганистане в 1980 году. Экспозиции посвящены у нас стеклянной и керамической посуде, рубелям, старинным утюгам. Но кроме представленных открытых материалов, есть у нас свои сокровища. Корабляческие иконы, кресты, денежные знаки различного времени и монеты. Самая первая сибирская монета 1777 года. А в каких мероприятиях участвуют члены краеведческой комнаты? Юные краеведы нашей школы участвуют в мероприятиях различного уровня. Школьным, сельским, районам, краевом и даже всероссийских конкурсах. И совсем недавно в печатном издании «Родная сторона», которое представляет собой сборник исследований по истории культуры Топчихинского района. Несколько страниц посвящены культурному наследию старожилов и переселенцев. Я мама двух ребят, бывших учеников этой школы. Ну, малова Оксана Анатольевна. О краеведческой работе школы знаю не понаслышке. Ведь Юля и Сережа были активными краеведами. Юля участвовала в районных, краевых конкурсах, викторинах. Выигрывала, занимала призовые места. И сейчас, обучаясь в педагогическом колледже, Юля обращается к Людмиле Николаевне по истории нашей Родины. А вот Сергей любил предмет «История и культура Алтая». Участвовал в районных, краевых конкурсах, викторинах. Занимал в них призовые места. Участвовал в краевой конференции о родословной нашей семье. Сергей был признан дипломантом в 2008 году по литературе Алтая. Принимал участие во втором конкурсе экскурсоводов в 2009 году. Думаю, что работа Людмилы Николаевны очень важная и интересная. Не оставляет равнодушными ни детей, ни нас, взрослых. Зовут меня Проневская Юля. Я учусь в пятом классе. Нам очень повезло, что классным руководителем стала писательская Людмила Николаевна. У нас очень много проходит интересных мероприятий. Вместе мы успешно участвовали в конкурсе сочинений «Солдаты Победы» в районах краеведческой конференции. Я работала над темой восстановления родословной моей семьи и заняла третье место. В краевом конкурсе «Мой любимый праздник» оказалась победителем января месяца и была награждена книгой. А еще мы очень много рисуем и участвуем в конкурсах рисунков и плакатов. Стали лучшими в районном конкурсе «20 лет детскому движению» на Алтае. Сейчас мы готовим материал, посвященный 70-летию начала войны. Работа мне нравится. И ведь это не только история моей семьи, еще это история моего села и нашего края. Из всего увиденного и услышанного мы считаем, что Писанская Людмила Николаевна достойный претендент на соискание премии губернатора Алтайского края имени Степана Павловича Титова. Желаем ей успеха. Спасибо.